Тема о судьбе нашего народа, национализации власти. Я вот глубоко убежден, я имею право говорить от лица всего русского народа. От всего. Я знаю, что скажут, ну что ты один, кто ты такой, ну и так далее, можно что угодно. Но за мной бесконечная вереница моих предков, русских, настоящих. Проливавших кровь, страдавших, но бывших русскими. И я часто думаю, особенно последние месяцы, если мы забудем эту нашу оригинальную русскость, которая передается нам, несказанно, просто через кровь, архетипически, спонтанно. Но и сознательно, когда мы культируем наши обычаи, то мы исчезаем. Я же вижу, мы исчезаем, и вы видите тоже. И жизнь продолжит свой бесконечный круговарь. И мне очень печально представить, что без нас уже будет этот мир, без нас. То есть в моем желании жить есть и обида, и злоба, и ненависть. Мне говорят, это плохо. Я ничего не могу с тобой поделать. Злость плохой совечь. Дурак, кто не господин гневу своему. Ну что же. Ну тогда, если не злиться, надо размышлять. Ну размышлять-то можно размышлять. Но как же нам национализировать власть? Я натолкнулся в работе над книгами на такую страшную вещь. 6 октября 1922 года. Один человек написал. «Великорусскому шовинизму я объявляю боль. Не на жизнь, а настырь. Как только избавлюсь от третлятого больного зуба, съем его всеми здоровыми зубами». Это написал Ленин. 6 октября 1922 года. А то мы здесь. Мы великодержавные русские шовинисты. Мы можем, конечно, говорить, да нет, мы такие, мы цивилизованные, мы все в рамках, мы нет. Мы великодержавные русские шовинисты. Буквально, ведь Андрей Шовиньи, это был националист, французский поэт, которого, кстати, казнили, по-моему, эти антимонархисты-республиканцы. Ну и с его легкой руки пошел шовинизм. Власть должна быть великодержавной, русской и, соответственно, шовинистической. Но еще в 1989 году я столкнулся с шовинизмом азиатов. Кто мог подумать? Эти необразованные парни из Узбекистана, помню, когда я попросил их в 1989 году, они стояли, бесконечно звонили в очереди на Казанском вокзале к себе домой за какие-то копейки, я сказал, дай мне позвонить. Они повернулись и сразу огорошили меня. Шовинизм! Они знали, эти дикари, что такое слово существует. Они знают. Вот, начиная с того, с Ленина, который лежит там, идет парад великодержавных шовинистов. Узбекских, таджикских, а теперь татарских, башкирских. Они все шовинисты, все. Они гордятся своей национальностью, которую выместывали за чтение русского народа. Ленин. Это он реагировал на попытки Сталина внедрить свою резолюцию по поводу создания союзного договора. Тогда, потому что в декабре же 22-го года они создали СССР. А почему я туда вернулся? Да потому что Сталин хотел, чтобы были как бы не самостоятельные республики, а автономии просто. Ленин назвал эту страну грузина, назвал великодержавным шовинистом и будет его грызть всеми здоровыми зубами. Так и грызут до сих пор все. Извиняюсь за личную эмоциональность, но сейчас власть создает второй Советский Союз. А Советский Союз – это могила русского народа. Многие, кстати, державники есть, мысли державные в КПР, они гордятся СССР, они вспоминают СССР, но это была могила русского народа. Посмотрите, ведь тогда национализм очень начинал поднимать голову русские. Ведь разговаривали на таком уровне, говорили, а почему нет коммунистической партии, русской коммунистической партии? Почему? Есть Литовская коммунистическая партия, есть Украинская, а вот русской нету. И русский народ тогда родил своих вождей. Это были Полосков и Гедаспов. Вся сорокамиллионная интеллигенция СССР высоколобая, читавшая толстые журналы, курившая там сырые сигареты на этих лестничных клетках, рассуждавшая о громаде и так далее, ржала над ними, над их дурной речью, над их бескурсицей, над их... И что? И русский народ оказался у разбитого корыта. Полосков не стал ни Петром Великим, ни кем не стал. И Гедаспов тоже без славы сгибы. Был уже вот такой русский национализм, а теперь снова уже создан Второй СССР. Уже страна развалена, но надо посмотреть откровенно правде в глаза. Посмотрите, сколько чемпионатов проводится в Казани. Уже великий Татарстан. Они там и всегда говорят, мы фашисты, да, с гордостью. Ну фашисты мы тут... Ну у нас там лучше практическая конференция. Это люди-державники. Вашего единства. Фашисты? Да я напомню сейчас высокому нашему собранию, потому что за всеми тоже предки, как и за мной, все русские, что в 1928 году была в Париже научная конференция русской эмиграции. Кого они признали первым фашистам? Владимира Мономаха. Владимира Мономаха. Но теперь это бранное слово, понятно. И вот здесь мы переходим к национализации власти. Национализация власти невозможна без тотальной власти над средствами массовой информации. Над средствами массовой информации, которые сейчас являются всем. Говорят о гибридной войне. Гибридная война это средства массовой информации. Телевидение, радио, интернет, газеты. Ну в общем главное это телевидение и изображение, которое теперь и в интернете. А изображение это и новости, и дурацкие ролики, и кинофильмы, и разнообразные представления и так далее. Целая араба этим занимается. И вот я представляю себе, я в кожаной куртке, с наганом, прихожу на центральное телевидение, стреляю в потолок и говорю, это уже национализация у нас будет сейчас, и вы все сейчас будете мне вещать только и только о русскости. Получится? Нет? Они устроят забастовку. Что же нам делать? Мы рухнем. Сразу рухнем. Магашов рвался на телевидение, ну зачем я был? А я и рухнул. Зачем ему нужно было телевидение? Понимаете, а без телевидения нас никто не узнает. И вот нам остается создавать организацию. Мы стараемся, здесь все сидят, очень-очень опытные и умнейшие люди, написавшие много книг. Господин Савельев, выдающийся ум, он гуманитарно основал русский национализм, но этих книг не видно и не слышно. Информационное загрязнение. Вот русский круг мы знаем все друг друга. Мы пытаемся создать организацию, но запрещают. И только организация берет власть. Без организации никто никогда не возьмет. Вот матрос придет, все засмеются, да? Но тогда что же нам делать? Ждать, когда все рухнет. Нет у меня ответа на этот вопрос. Вот собираться так, ну да, соберемся. Опять в печали я уйду. Что я могу народу сказать, что только святость имеет право властье, а не алчность? Меняют костюмы сейчас. Меняют костюмы, меняют часы, меняют глазки. Это же все видно. Холеное лицо Грефа, как у женщины. Это же миллионы стоит. Это алчность наш враг. Все декларации, все наши книги ничего не стоят перед этой алчностью, которой зародили всех. Начиная от маленького ребеночка и кончая великовозрастной дамой, которая уже 80 лет идет под руку с молодым, аманатом, 20-летним таджихом. Народ разложен полностью, и вот здесь он сидит, народ. Малая толика здоровой нации. А так что? Что? Посмотрите на экраны Терека. Там же сплошные сплетни. Там же ласкают гениталии. Образно говоря. И люди, понев, бросаются к экрану Терека. Им это нравится, уже этот образ и стиль жизни, который эти иудеи создали. Они мне говорят, что, естественно, то ли безобразно. Очень легко стать на четверинки и захрюкать. Но очень тяжело стать на доме, проявить самодисциплину, достоинство и верить в Бога, чтобы не бояться смерти. Только страх смерти нас держит от того, чтобы сказать быть или не быть, и сказать быть. Но это романтика. Каждодневная жизнь – это потребление и потребление, и потребление они превратили в культ. Почему они смогли совершить переворот в 91-м году? Да потому, что был культ знания. Люди были океанистами. Они были глупыми, потому что они были океанистами. Мы читали, повторили книжки, а сейчас нет. Сейчас наша старушка знает, почем дала. И вот мы ждем, когда старушка нас услышит, когда ее мне накормят. А таких уже, кстати, очень много, но они нас не слышат. И 70 или 60 миллионов книжек. Совсем бедных. Но они как животные ведут себя. Едак и картофеля. У вас многое есть, картина такая. Там же люди сидят. Чудовище похожее. А эти люди могли бы родить Иванова, Ижуковского, И Ленинева и так далее, и тому подобного. Посмотрите, как они завозят сюда азиатов. Нас уже практически нет. Вот мне показывают. У нас уже 30% русских. Да и те русские офисные плантаны. Вот мы здесь есть. Вот если вот мы. Нас здесь всего десятка три. Россия. Я верю в это. Я не знаю, почему верю. Иначе страшно будет смотреть на этот бесконечный круговорот жизни этих ублюдков. И так далее. Национализация власти произойдет. И мы знаем, что делать. Каждый день и каждый час. И так далее. Все мы знаем, кто такие русские. Это немец будет порядочный. Пожалуйста. Да пусть даже татарин борется. Пожалуйста. Постараемся быть святыми. И тогда мы ее возьмем, эту власть. Потому что не вечно веревочки этой лица. Посмотрите. Они воруют. И это их погубит. И тогда должны мы сразу стать, как корень перед травой сивка-бурка. И возьмем. И уже не выпустим их рук. Потому что мы знаем. У нас кровь такая. Слава Руси. Слава погибшим. И слава тем, которые сидят. Хвачков. Барабаш. Другие ребята. Все. Страдают сейчас. Я сам сидел. Я знаю, как там паршиво. Каждую секунду тебя могут убить. Откроют камеру и повесят. Это страшный режим. Жестокий. Пшеничный. Вы живы. Мы знаем все. Мы умные. Мы читали. Мы получили образование. Но нас нет с народом. Они отсекают нас от народа. Может быть, кто-то в интернете увидит. Да и там. Знаете. Народ они развратили. Они достигли своего. И мы сейчас видим эту каменею. Выборы. Поэтому мы говорим бойкотировать выборы. Я все сказал. Потому что говорить нужно очень много. Но я прошу вас сохранять веру в том, что все равно на нашей стороне Бог. Мы Бог. Мы народ. Мы всех поглощаем. Мы принимаем всех, кого угодно. Мы принимаем и татары, и немцев. Неслучайно у нас цари были. Славяна, германа. Все. Мы всех. Но когда нас уничтожают, мы должны собраться. Сплотиться. И нанести удар, когда они ослаблены. А мир наслаблены. Славауси. Спасибо. Спасибо.